Случилась эта история с парнем по имени Крис. С компанией своих знакомых он отправился на Аляску в надежде намыть золото. Первые две недели работы не принесли результата, кроме того, большинство парней заболело и оставались в доме для лечения. Крис был здоров, поэтому поиски продолжил в одиночку. К месту добычи парень решил пойти новой тропинкой, которую он раньше не использовал. Пройдя пару километров, мужчина увидел собаку. Внимательнее присмотревшись, он заметил, что это не собака, а волк, попавший в капкан и не способный двигаться. На все попытки человека подойти ближе, животное оскаливало зубы и грозно рычало. Крис не смог просто уйти, тем более он заметил, что животное недавно стало мамой, неподалеку оставались ее малыши, которые, очевидно, были голодны и напуганы. Поскольку волчица не подпускала к себе, чтобы снять капкан, парень решил, что нужно принести ей ее малышей. Поиски мужчина начал, изучая волчьи следы, они и привели его к норе. Достав из норы малышей, он посадил их в свой рюкзак и пошел назад. Подойдя достаточно близко, парень услышал волчий вой. Мама почуяла своих малышей и начала подавать им сигналы. Детеныши сразу узнали мамин голос и попытались дать ей знать о своем присутствии, скуляя и вырываясь из рюкзака. Как только Крис опустил волчат на землю, они побежали к маме и сразу же начали сосать молоко. Волчица все еще не давала мужчине подойти поближе, поэтому он бросил ей колбасу, которую брал с собой в дорогу и ушел. На следующий день парень упаковал в рюкзак мясо и отправился к тому месту, где нашел волчицу. Он приходил кормить животное каждый день в течение недели и малыши начали ему доверять, в отличие от мамы, которая все так же оставалась настороженной. Только спустя неделю волчица подпустила парня ближе, и он смог снять с нее капкан. Освободившись, волчица сразу собрала своих малышей и ушла. Эта поездка на Аляску для Криса и его друзей закончилась безрезультатно, поэтому они вернулись домой. Вновь в этих местах Крис оказался лишь спустя пять лет. В этот раз парень работал на рыбацком судне и отправился через лес, чтобы доставить документы в деревню. Недалеко от цели его путешествия снегоход вышел из строя, парню пришлось продолжить путь пешком. Уже почти у самого поселения парня обступили со всех сторон волки. Понимая, что сбежать не удастся, Крис подготавливал себя к худшему из возможных вариантов. Вдруг на парня взглянуло одно из самых старых животных в стае. Он узнал животное, которому когда-то помог, а оно узнало его, поэтому просто повернулось и направилось в лес. За волчицей пошли и остальные звери. Животное не забыло, что обязано парню жизнью и смогло ответить тем же.